так друзья я вас приветствую на канале сегодня нас будет австрия и австрия у нас будет в районе дорога 115 где-то сзади нас град впереди вот линз и мы где-то вот чуть правее будем в сторону пены вот так вот такими дорожками будем сунутся хотя навигация моя вот что одну не штатная она мне разворачивает назад всячески упирается потому как писел или висят там знаки где-то 7 спала тонн но под ними табличка кроме доставок но у меня доставка но доставка у меня через сорок пять километров мне где-то вот здесь недалеко показывать вот так так что посмотрим хотя навстречу проезжала полиция не знаю пока ничего пока никто не гонится вот именно по крайней мере 16 тонн направо и населенный пункт называется трофай или трофач как-то вот наверно так мы идем используйте и твердый на второй едем съезд переброложить переброложить моя она сюда хочет направо вот что-то какое-то не знаю что заправка там но мы едем прямо наше направление прямо слева видно что-то пасется друзья но есть до фермеры кто-то просто вот как домик да и все как бы живет кто-то занимается вот смотрите слева черкорова да и кстати много вот там вот они лежат спокойненькие нормально вот так альпийское молочко друзья вот как это с рекламы там милка но а чё бы нет но вот смотрите слева и справа но вообще принципе такая гористая местность слева там вообще горы но здесь вот трава сочная потому что здесь ну выпадают осадки и солнце сразу все ну я не знал по краям стрижут не стрижут так еще тоже 70 тонн где-то кроме доставок вот через 100 метров держитесь наша же 115 дорога вот 7,5 тонн как бы ограничения перепровожить вы превышаете допустимую скорость вот и опять же вот знак и опять же вот знак ну надеемся что у нас будет все хорошо конечно вес моего автомобиля сейчас вернее я отталкиваю еще в италии было 36 тонн там с копейками так вот здесь я не знаю как на следующем повороте поверните немного конечно теряйся вот в этих моментах потому что одна вторая сразу пишут какие-то ограничения но ничего и при том же вот эти вот развязки влево-право но не знаешь и у меня не пишут куда может какую-то надо занять полосу левый правый так слева на среди ребята фасад что-то утепляют может что-то делают такой вот пятиэтажечка так 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 115 до дорога вот видите знак главная дорога и нумерация самой дороги сам городов вот он получается справа но за деревья не видно и ну навигация показывает а слева чуть-чуть немного промзоны по правой стороне здесь тоже вдоль дороги идет какой-то железнодорожное плато а мне видно слева 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 что у нас здесь у фирма какая-то парк то есть если одна навигация у меня показывает опа уже 93 километра а было 43 что-то короче а это всего и опять же не пойму ничего ладно короче на 1 246 показывает объездами всякими такими вот а это даже дождь поворота 40 километров и дальше еще там 50 то есть суммарно 93 вроде бы ну ладно будем сумму загнувить и немного так колбасит колбасит что-то опять знаку написано закрыта кишперт может неправильно еду конечно ну ладно нет такой маршрут прописали вот как говорится моя логистика хотя навигация вот чуть-чуть в обход было вела ну ладно доедем если как говорится перед фактом нас поставят здесь там знак какой-то вот на все будем разворачиваться назад ехать да так ладно едем друзья как говорится дальше там поглядим может здесь что-то будет интересное какие-то панорамы потому что выскакивая сейчас мост вот так ладно рулим по малу друзья ну вот так тоже получается видите как получается справа слева горы мы как бы по такому вот ущелью доедем но тоже предприятие есть предприятие работают только правда чем они занимаются такое дело уже ну слева таких контейнерах так дрова продают ага голодая видно ну мусор повез ну а так интересно конечно вот эти вот горы конечно четко мне ну нравится конечно но если бы это легковой да это было б четненько грузовиком как-то стремимся так слева паровоз какой-то старый там ухты здесь то ли вагонное депо что-то или такое ну интересно гляньте попало именно раритета может какой-то реставрируют здесь и не знаю на музей похоже не похоже ну не знаю опять же все догадки все такое что это или продолжить ну вот моя навигация ну упорно не хочет она никак хоть я там и поставил точку там промежуточную которую ну чтобы она так через нее просчитывала не хочет упорно и все вот и треснет так тоже какой-то грузовичок здесь ну и такие так ахтунг внимание высота 420 а вот так надо по центру брать и чё ну вот наверное из-за таких моментов наверное ну проехали слава богу все нормально просто чтоб не смещали ни влево ни вправо по зазору то есть видно картинка опять же иллюстрация ну должен читать это вот эти все моменты конечно учитывать слева дистанция как бы интервал или как правильно ну зазор метр слева справа должно быть и ты проезжаешь у тебя как бы нормально еще там что у меня 4 метра ну вот так так звонят мои родные так и очередной населенный пункт скорость движения 30 в час вы превышаете допустимую скорость превышаем до 32 едим превышаем так это на служба почта вот такой доставщик вот письма нежные смотрите как ну здесь симпатично видите как поливает цветочки ухаживает так а нам же чуть чуть левее надо брать по вам смотрите как у нас проезды их классно да перепроложить ну как для селишка в принципе классно понятно что здесь не так часто грузовики ездят как я вот это местность конечно классная так ну что пассат станет станет на следующем повороте поверните направо затем на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните направо затем на следующем повороте поверните направо красотень красотень эти прижимаются уступают ну понимают и проложить я ну люди не глупые тоже всякие моменты то есть сейчас попрется вперед да и я стану как бы и будет баран баран бац как говорится вот так ну гляньте как классно да чистенько красиво тротуар чистенько пострижена цветочки красотень друзья ну и воздух автобусная остановочка вот так от обозначена буковкой аж год кэпс вертенберг как-то вот так вот еще друзья у ваших деревнях вот такой же самое это реально до деревни какие-то вот и на проезжаешь ты это не столица и не такие мегаполис этом так подъемные вот так пошли у нас даже лес и все значит пока нормально мы едем я думаю лес у него тяжелее нежели у меня но на подъем тяжеловато нам слева вот сзади не видно так уже шестая передача по бам 5 механику перейдем как для съемки вообще принципе классные вот и на опять же мне нравится вот это небо такое голубое классное яркая сочная трава ну и панорамы тоже виды именно ну а воздух уже подышать вот можно человек отстал он кстати на по правой стороне он пошел там что-то побродить поснимать наверху кстати он там еле на может вот машина и припарковался на что-то ввесном и фокус и я ставру не но вот такое вот слева строительные вагончики что-то строится на следующем повороте поверните на право ладно рулим дальше а хорошо друзья да и звонки и вот такие вот коттеджи ну как это пятиэтажки в ней четырехэтажки это трудно назвать то есть это домики до злые квартиры ну пускай это так сказать может это не богатые люди которые ну имеют свою там квартирку ну или по сравнению которые имеют дом или какой-то виллу но тем не менее кстати вот слева такие дачные участки как бы родили их по полсотки может быть там чисто так вот каждый свой чисто земля выйти пожарить мясо ну вот такой вот городочек слева что у нас такое интересно да то что вот мы видим как бы не души людей ну видите здесь без толку не шатается ну а в основном люди работают вот видите вот здесь рабочий человек который сейчас это что-то убирает а не знаю или что-то вот опять же фирмы предприятия вот магазин он там человек еще ну поймите я скажу так выходной день люди когда отдыхают здесь нормально все ну полно народа как бы хватает людей плюс даже приезды какие-то вот отдыхающие кто-то еще то есть или проложить как бы это не звучало банально то это вот так и водичка здесь тоже ну наверно мне кажется ставят какие-то шлюзы чтоб был уровень ну вы за этим на расследятся опять же какая-то автоматика если там свыше подымается приоткрывается спускается это мне кажется лишнее объяснять вот ну а так вот смотрите ну классно так закрыто с 7 до 5 30 вот что-то я проехал мимо вот опять же знак что-то был в этом по этой дороге то ли закрывается там в это время там а вот люди видите уборщики пошли поехали опа то ли пилесосе то ли это самое собирает вот вот наглядный пример видите трое рабочих а потом вот что так чистенько да потому что вот так прибирается техника есть все это вот это же все из-за налогов из-за каких-то туристических наверное каких-то ну финансируется как-то мне кажется а так если все здесь заросло бурьяном вот так вот ну я думаю оно не так оно красиво выглядело так а вот здесь какая-то станция вот это вот честная может какие-то сооружения но вот здесь ну чтоб такого запаха я не слышу честного хотя у меня окна и позакрыл ну все равно бывает если что-то какое-то предприятие там слышны запахи ну вот так вот мы видим здесь железная дорога вот нара электричка проходит либо электрополист какой то вот на следующем повороте резко поверните налево вы слышите моя навигация резко налево переположить 11 уже 11 наконец-то 11 так в конце вот здесь и что-то вот какой-то ремонт делали и вот эти вот знаки которые там стояли там ограничения смотрите какой volkswagen опа старенький да передней запаской кстати терроритет но он ездит он рабочий понятно что за ним нужно тоже опять следить вот так вот друзья классно классно еще вот гляньте по такими местами и опять же внизу он горная река ну мы спускаемся спускаемся уже 624 метра ладно ладно едем дальше ладно едем дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok